Привет! Что-то последнее время Владимир Путин снова заговорил о переговорах. Да, так завуалировано, но тем не менее. Он не может определить цели войны, и это понятно, потому что цель захватить Украину, желание есть, а возможности нет. И вот Путин начал вспоминать о том, как они почти парафировали соглашение, мирное соглашение в Стамбуле. Несколько месяцев назад фраза эта звучала так, почти парафировали. Теперь, на встрече с военкурами, он говорит, что в утвердительном времени, мол, все, договорились, но подлые американцы не дали двум-трем братским народам найти общий язык. Напомню, российские нацисты тогда стояли под Киевом, и мы их с большим удовольствием, как, собственно, и сейчас, убиваем. И будем продолжать это делать до самого последнего момента. Так вот, об этом соглашении заговорил и Александр Григорьевич Лукашенко, человек, который называет себя президентом Республики Беларусь. Но вопрос в чем? К нему приехала Ольга Скобеева для чего? Она выполняет секретную миссию в Беларуси, показать всему миру, что они бешеные, что срочно нужно садиться за стол переговоров, потому что у них есть ядерная бомба. Так вот, секретная миссия Ольги Скобеевой в Минске навернулась. Навернулась тазом. Все как обычно у Оли. Ее опять душили. Как 8 лет назад. Ой, простите, уже 9 лет. Мы же 9 лет бомбили бомбас. Ну, Ольга Владимировна, я думаю, тут боевик такой. Александр Григорьевич, дорогой, я вот боевик ты наш. Мы с вами наконец-то лично познакомились и встретились. Почему наконец-то? Ты не приезжала, не приезжала. Ну вот я приехала. Спасибо за приглашение. На этот раз она делалась легким испугом. 9 лет назад было по-другому. Как вы оцениваете результат? Тихо, тихо, тихо. Что делаете? Вы что делаете? Я в него слава. 9 лет назад Ольга Скобеева была на 9 лет моложе, но такой же нарванной. Если вы, как и я, считаете, что вот не надо было отпускать, подписывайтесь на мой YouTube канал. В любом случае, эта встреча, она прекрасна, потому что Александр Григорьевич хочет завязать Оле глаза и кое-куда ее отвезти. Мы получили от России бомбу в три раза мощнее, чем Хиросимы и Нагаса. Но там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 251 удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, ну я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие. Вот вам и ответ, почему Путин отправил целую Скобееву выполнять это секретное задание. Вот, мы можем умерствить миллион человек. Могут они? Могут. Единственное, что Лукашенко почему-то не проговаривает, что война это обоюдоострое явление. И оно отправляет на кладбище людей с двух противоборствующих сторон. Если что, можно всегда спросить у Владимира Путина. Но Олю действительно собираются с закрытыми глазами везти в хранилище ядерных боеприпасов. А я прицеплюсь тогда к вашему слову. Вы сказали, уже получили от России бомбы и ракеты. Ну, не все. Потихоньку. Когда получим, завяжем тебе глаза. Когда приедешь без камеры, завезем в хранилище. Как только все завезем. Завезем в хранилище и оставим. А потом скажем, что это сделали дикие укры. Которые почему-то как-то привзято относятся к Ольке. Но в целом понятно. Мы их раскрыли. Они сейчас грозят нам ядерной бомбой. Честно говоря, после всех военных преступлений путинского и, соответственно, режима Лукашенко, как-то не то, что не страшно. Ты понимаешь, что эта история, она уже зашла далеко. И да, мирные переговоры рано или поздно будут. Но тут что забавно. Вот у Александра Григорьевича, у него в голове поселился зверек. Которого, наверное, он ласково называет генерал-лейтенант Коношенков. Но этот зверек, он вырос значительно. Потому что, вот смотрите, в его сознании сотни танков, сотни леопардов горят. И есть где-то секретное видео, как все взрывается, но его не показывают. Почему не показывают, непонятно. Но, да, Лукашенко переплюнул даже Коношенкова. Коношенкова. Ничего нет. Но, что удивительно, россияне научились воевать. Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными. Контернаступ 4-5 числа начался. Так вот, за это время украинцев погибло что-то под 40 тысяч. И тут сразу становится ясным, что сколько ни встречайся, Владимир Владимирович, маньяк Путин, с военкрысами, то есть военкорами, они все равно тебя сдадут. В то время, как Министерство обороны Фашистской Федерации вместе с Лукашенко соревнуются, сколько же они убили граждан Украины на украинской земле, в телеграммах российских тревога, страх и ужас. Смотрите, значит, под Кременной генерал чеченского происхождения хотел построить перед штурмом украинских позиций целое подразделение, строил-строил в течение двух часов и пока ждали генерала, Хаймарс ждать не стал, прилетел и да, куча трупов. Это россияне пишут, говорят, сотня убитых минимум, сотня раненых. Ну, посмотрим. Хаймарс в конечном итоге заберет всех. Но тут еще одна история. Вот на фоне контрнаступления Рамзан Ахматович ненадолго потерял своего брата Адама Дилимханова и даже предложил украинской разведке еще раз заплатить за коня, я так понимаю, потому что Рамзан Ахматович, он же на связи с Кириллом Будановым, то коня мы ему поставим, то еще какие-то дела. Но смысл в чем? Дилимханов, это человек, правая рука Дондона, с прекрасно постриженной бородой, тут все в порядке, его искали, его нашли, были слухи, опять же, которые запустил сам Кадыров о том, что он погиб или ранен. Но что интересно, что потом произошло? Апти Аронович Алаудинов написал следующее, что получил приказ от Рамзана Ахматовича всем чеченским или кадыровским подразделениям сниматься и отправляться искать Дилимханова. Отлично. От такого или от такой постановки вопроса офигел даже Олег Царев, потому что он говорит, а что так можно, можно взять и свинтить с позиций. Кстати, Маринку неделю назад, по мнению пропагандонов, они очередной раз взяли на 70%. Вот я теперь думаю, Дилимханов нашелся, а воины ТикТока в Маринку возвращаться по каким-то странным причинам не хотят. Вы не знаете, почему? Что же это могло быть? Ну, давайте, мы вчера были на границе. Да, я знаю. Да, нам все показали. Потом ты говоришь, 6-4, что хотела опробовать или нет? Я, честно сказать, опробовала. Опробовала? Да. Мы пришли к выводу, что граница на замке. Абсолютно. И враг не пройдет совершенно точно. Старый пограничник. И здесь возникает самое интересное. А какая граница на замке? Возможно, речь идет, невозможно, а точно, об украино-белорусской границе. И там у нас все теперь уже в порядке. Действительно, на замке ни одна российская свинка-собачка Триколор и даже Ольга Скобеева эту границу пересечь не сможет. Ну, почему? Да, потому что будут сразу стрелять на поражение. Потому что война. Но нужно отдать должное нашим белорусским соседям. Они-то и не стремятся особо переходить эту границу. Им намного приятнее приглашать украинцев на борщ, на сало. Ну, в общем, проводить страшные и псо-операции, которые направлены на то, чтобы подчеркнуть, что мы не враги. Ну, наверное, гипотетически между народами белорусским и украинским это так. Но с Александром Григорьевичем нам, конечно же, не договориться. Это тоже понятно. И да, какой же он, какой же он все-таки хитрый Александр Григорьевич. Оказывается, когда через территорию Беларуси заходили российские оккупанты, то задача белорусских войск была контролировать их тылы. Ну, практически, как Рамзан Ахматович делает. Тоже контролируют тылы. И, ко всеобщему удивлению, никто на Россию так и не напал с территории Беларуси. Не знаю, кто это мог быть. Ну, возможно, смелые эстонские отряды. Но, с другой стороны, Эстония – страна НАТО. И действует, соответственно, в рамках общей концепции. НАТО так и не напало, но Оля за это благодарит. За что она благодарит? За свои тылы. Именно так. Было сказано. Это наша роль в этой войне. И, знаете, даже когда россияне вошли фактически в Киев, я это видел, на окраинах стояли, с тыла ни одна сволочь к россиянам не подошла. Вы знаете, разные были времена, вы сейчас сами сказали, но вот у нас в России, конечно, все бесконечно вам благодарны. И за помощь, и то, что вот так сейчас происходит, когда НРС складывается ощущение, что Россия одна, против не просто блок НАТО, а 51 государство помогает Украине. И вот есть такой брат, друг, товарищ. Это, конечно, дорогого стоит. Тут нужно отметить, что исторически так сложилось, что Александр Григорьевич, да, он сейчас, конечно, зашел слишком далеко, но вообще-то неоднократно уже. Кидал через чугунку на Владимира Путина. Посмотрим, как там будет на белорусском направлении. Но сразу хочу сказать, что вы нас со своей ядерной бомбой не то что не удивили и не напугали. Самое главное, ну, Лукашенко же понимает, что в случае взрыва живем мы близко, ну и так далее. Меня больше всего порадовало, как он рассказывал о том, что Путин ему не оказ, что это теперь его оружие, что в случае чего он ему позвонит и скажет, что мы можем его использовать. Не хочу никого расстраивать, но дело в том, что за российское ядерное оружие отвечают кто правильно на Российская Федерация. И в случае его использования ракеты полетят не только в Минск. Ну, это же очевидно. Короче, задачу Скобеева попыталась выполнить, что вот, мол, вот, смотрите, ядерная бомба, свежепокрашенная, напомаженная на боевом дежурстве. Ну, прям как сама Ольга Скобеева. Что интересно, от натуги на Ольгу Скобееву чуть не упала шишка. Да, да, прям там, среди полонезов. Если что, полонез — это реактивная система залпового огня, аналог нашей Ольхи. А вы мне объясните тогда, пожалуйста, если можно, вот красная линия, само понятие себя дискредитировало, и тем не менее, вот если бы вы для себя красную линию формулировали, это что? Ну, да, все по Путину. Он же когда-то говорил, что мы сами определяем, где будут проходить эти красные линии. Вот теперь вот они у них меняются. Говорят, что красная линия — это нападение на Российскую Федерацию. Ну, в связи с тем, что никто теперь не знает, где эта Российская Федерация начинается и заканчивается, то, да, как стало теперь понятно, встрелять в российских оккупантов можно везде. Потому что, да, потому что не надо было приходить на украинскую землю. Ну, а история с шишкой, она, конечно же, прекрасна. Почему? Потому что сначала Лукашенко увидел Олина Нутро, даже не знаю, куда он смотрел, но после этого упала шишка. Акты агрессии квалифицируются военными. Пришли ли там армия, границы и так далее, я даже точно не знаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Смерть оккупантам, независимо от их национальности. До встречи.